Девушки отдыхают Характер, он формировался тогда. И вот это вот желание выстоять, не быть коллегой, которые тебя уже приговорили, даже близкие сказали родителям, что рожайте второго ребенка, она будет сидеть смотреть у окошка на счастливых подруг. Я это все слышала, но я сказала себе, я сама буду счастливой. И она стала. Уже на первом курсе, сыграв главную роль в знаменитом фильме «Женщины», Галина Яцкина прославилась на всю страну. Далее были и другие звездные роли, но наступили суровые девяностые. Тогда было недотворчество, нужно было выживать. Ветчину, которая еще оставалась на складе, на «Жигуленочке», сын мой в помощь мне привожу директорам в магазины, чтобы взяли. Одна директора говорит, боже мой, это вы же Алька из фильма «Женщины». Господи, да как же вы дошли до жизни такой. Вот. Я говорю, ну так вот, я говорю, ну купите у меня. Ну ящик я у тебя возьму пиво. И ветчины ящик возьму. Сегодня Галина Яцкина – руководитель собственной киностудии. Ее режиссерские работы, лауреаты многих конкурсов и фестивалей. Ей удалось не только вернуться в родной мир кино, но и добиться признанного коллегами успеха. Раньше железная была воля, и я на ней выходила, а сейчас я считаю, что вера. Что приходилось преодолевать? Вы пришли в Щукинское училище, кругом, господи, дети звезд. Как вас восприняли? Я провинциальная, простая девочка, необразованная. Рядом Вертинска, Михалков, они же все были уже образованные люди. И в таких семьях воспитывались. А у меня дома была Анна Каренина и разрозненные три тома «Войны и мир». И поэтому я только одно сидела в библиотеке. От звонка до звонка. В результате я была отличницей. Захава Борис Евгеньевич, уникальный создатель школы Вахтанговской, он сказал, на эту девушку надо взять спектакль. Вот это замкнутое пространство, больничные палаты, где было пять человек, синяя краска на стенах масляная, голая лампочка под абажуром, родители, которых пускали только раз в неделю. Именно это сформировало мой характер, волю, выживаемость. Это сформировало и воображение, что нужно было для актеров, потому что в этом замкнутом пространстве палаты я порой улетала куда-то, фантазировала то, что читала, видела. То есть сильной женщиной вас сделала ваша абсолютная слабость? Да, безусловно. Я благодарна Господу за то, что Он послал мне такую судьбу в детстве. Как ваша личная жизнь складывалась? Не мешала ли вам ваша знаменитость и ваша сила? Мешала, наверное, потому что мужчины не все любят рядом с собой сильных женщин. Первый брак распался, и я сказала, ушла сама в никуда. Я помню хорошо, что я стояла, у меня в одной руке был горшок оранжевого цвета, и во второй сын детский горшок, да, и сынишка на другой руке. И я пришла и сказала, что я ухожу. Я одна еще сына смогу поднять, а вас двоих не смогу. Он был слишком слабым? Нет, он не был слабым. Надо было бы работать, надо больше. Я была всегда трудоголиком. Но я знаю, что не только творчество было в вашей жизни, ведь ваша женская судьба тоже продолжалась. И у вас потом еще было, насколько я знаю, три брака. Это было потому, что опять были неудачи? Слабые мужчины или что? Что складывалось не так? Мужчины все были очень достойные. Я не подбирала слабых мужчин. Во-первых, я никогда не изменяла мужьям. Во-вторых, они меня уводили. Так получилось. Вот. Леню... Уводили? То есть сильную женщину можно увести? Можно увести. Можно ее влюбить в себя и увести. Любовь может сделать все, что угодно. Даже сильные женщины. А надо было выбирать слабых. Они бы до сих пор сидели у вашей ноги. Тогда бы они спились, в общем. Почему спились? Ну как почему? Ну почему? Но сидели бы у ноги, делали все, что надо. Сбежали бы. На самом деле хочется, знаете, в продолжение сказать... Сильный должен притягивать слабых. Слабый пол всегда бежит. А два сильных. Это уже борьба. Хочется отметить вот все-таки редкий случай, когда человек, будучи в детстве больным, привлекает к себе внимание с помощью силы. Как правильно, болезнь в детстве, она провоцирует такое поведение, когда ты с помощью своего бессилия, либо болезненности потом адаптируешься в жизни. А здесь мы видим пример, когда человек поборол в себе болезнь и с помощью своих сильных черт пробил себе дорогу в жизнь. Это большая редкость. Этому можно аплодировать. А я знаю вот такое расхожее выражение. Которое звучит так. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Я думаю, всем это выражение хорошо знакомо. Я знаю людей, которых выводит на поверхность именно то, когда они начинают тонуть. Так же учат и детей плавать. Герои женщины советской эпохи все программировались на борьбу. И вы тоже в этой эстетике, понимаете? А в нормальной, не фронтовой стране, которая не воюет, да, программируется на жизнь. Что такое программирование на жизнь? Это прийти и заработать больше денег, взять мужчину богатого и сразу стать счастливой и сильной в этом сила. Например, например, да. Да, я согласна. Как пример. Я не говорю, что только... А сейчас есть и такая категория сильных женщин, которые приезжают из деревень и небольших городов, берут в оборот какого-нибудь отца семейства, пожившего, нажившего деньги, в общем, используют уже нажитое. Ну, можно ли ставить знак «равно» и называть синонимами успешную женщину и сильную женщину? По-моему, это разные вещи. Я не права? По-моему, гражданской жизни успех – это и то, что говорит наша уважаемая Татьяна. Да, богатый муж, да, отсутствие проблем. Что очень важно? Быть сильной женщиной, если ты чего-то достигаешь, каким путем? Нравственность, порядочность. Я не знаю, я сказала моему сыну, я, сынок, не оставлю тебе состояние, но я оставлю тебе доброе и порядочное имя в кинематографе, которое я имею. И поэтому я никогда не снималась в каких-то фильмах, не подставляла свое лицо в плохих и безнравственных и так далее. А успешное – это можно ведь пойти, как говорится, любым путем, лишь бы достигнуть... Это женские психотерапевты, я понимаю, что да, хорошая репутация безусловно важна, да, труд самоотверженный безусловно важен, но вот когда драмы, вот я еще вот тут себя кишки выдавлю и еще возьму работу, я творю, 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 я такая молодец. Вот они приходят на прием, стала Анжелиной Джоли, не родила детей, нет нормального мужа, или наоборот, муж-дети не стала никем. Наша эта женщина, героиня нашего 21 века, она и счастливой может быть, и без надрыва успешной. В каждом поколении есть процент сильных людей. Ну и пусть идет, кто-то богатого мужа, кто-то хочет в карьеру делать. Ой, ну почему, как же не идут шеренгой? Конечно, идут, и конечно, смотрят, потому что пример массовый, пример подают, высокопоставленные люди, на которые все хотят быть похожи, они все в СМИ, дети смотрят журналы, они хотят быть такими, они хотят быть вот такими, они хотят быть вот такими, они хотят быть вот такими губами. Ну это лучше, чем писать, как писали друг до друга и ночью забирали, да, так сказать, и мотивировали, что все должны готовы завтра на войну идти. Да, тогда были такие времена, сейчас другие времена. И все, это лучше. Для женщин сейчас потрясающие условия. Дело в том, что веками мужчина главенствовал почему? Он воин был, и он мог пополнять тяжелую физическую работу. Был. В связи был. А сейчас не нужно. С приходом ракет, какой воин? Какая должна быть? Мужчина не становится главным в силу. Физический труд не играет главную роль сейчас, ну, в мире современном, да. И вот у женщины в связи с этим появляется колоссальная возможность для рывка. Мужчина ей вообще не нужен, да. Абсолютно. И посмотрите, что происходит. Женщина сейчас заполняет все сферы, которые мужчина держал, вот благодаря своей силе, да. Это политика, бизнес, там, не знаю, экономику, спорт. А когда же они работают, как вы говорите. Понимаете, они сейчас драйверы. Они драйверы развития. Мужчина много сотен лет вез на себя груз. Он погибал в войнах. И так дайте ему отдохнуть. И теперь он, бедник, не пусть отдохнет. Дайте ему отдохнуть у тихоряки, да. А зачем тянуть? Он устал. Он устал. А зачем тянуть? Алексей Иванович, у вас волосы не шевелятся. У меня мечта лежать у тихоряки и вокруг сильные женщины совершать. Мне жаль молодежь, потому что у них отняли образцы, отняли героев. Но эти ценностные ориентиры как-то нужно вкладывать в голову живущих ныне каких-то девочек. В Саратове живущих, в Караганде. Ну какие ценностные, что ценностные? Как это сделать? Вот покойная уже горю Валентина Федоровна Черномырдина. У нее биография стоит из двух строк. Родилась тогда-то, вышла замуж за Черномырдина Виктора Степановича. Все, да? И вся биография. Вам она нравится? Мне нравится. Она была сильной женщиной, веселой. И она вышла замуж? Она была женщина, а за мастера, так сказать. Ну, неважно. Вся жизнь ее была женщиной. Ну, не тогда, что они были настоящими мужчинами. Она растворилась в Черномырдине. Такой путь. Вы ее сильной женщиной считаете? Да, конечно. Супер. Она и была сильной женщиной. Она и рулила там. Она сильная и цельная. Конечно, да. Замечательная актриса, жена Олега Янковского, Люда Зорина. Она подчинила свою жизнь и полностью отдала Олегу и служила ему, и создавала ему все условия. Он много работал, и он, правда, ценил это. Она поставила, как актриса, будучи одаренным человеком и красивой женщиной, поставила на себе такой крест. Сама добровольна. Почему крест? Она выбрала это. Она это выбрала и была женщиной. Может быть, Олег и не был бы таким, и не столько бы не сделал в искусстве, если бы не было Люды. Вот и все. Она это выбрала. А чем она отличается от женщины, что она любит? Как понять, я сильная или не сильная? Сильная – это тот, кто способен принимать самостоятельные решения. И в этом смысле девушка, которая 18 лет, которая ищет олигарха, и та, которая пробивается на работе, и та, которая делает карьеру на артистической ниве одинаковой совершенно. Сильная история. Это та, у которой...